Сегодня была уникальная ситуация, которую я наблюдал в детской поликлинике. Представьте, небольшое такое помещение, стоит очередь в два кабинета. Люди вплотную, прям друг к другу стоят, родители, дети, шум такой, гам. И когда ты смотришь на всю эту массу, то казалось бы, она должна быть чем-то таким целостным, но на самом деле люди вот в этой всей толпе, они разделены. Почему? Каждый человек в данный момент имеет цель, свою конкретную цель. Он хочет быстрее попасть в кабинет. И все люди, которые его окружают, они являются в этот момент для него преградой. И они для него чужие. И он напряжен. На лице прямо видно, как написано вот это вот напряжение, такое вот недовольство. И тут происходит такая ситуация. Подходит очередь мальчика, подростка, он подходит к двери, толкает дверь. Дверь не открывается. Он ее второй раз толкает. Вот в этот момент начинает происходить магическое действие. Сначала люди начинают просто стягивать свое внимание на вот это действие, которое происходит. Ребенок толкает дальше дверь, еще раз дверь. Дальше начинают люди уже давать советы. И потом в какой-то момент было такое ощущение, что как будто все люди прям вот, они не просто включились туда вниманием, советами, а они стали чем-то одним целым. И в этот момент мальчик толкает дверь, дверь открывается. И тут такое происходит. То ли вздох облегчения, то ли крик такой радости, но это был такой совместный такой крик. И в этот момент я увидел, насколько трудности объединяют людей. В этот момент, когда вот это вот произошло открытие двери, не было человека каждого отдельно, самого по себе. Люди были все одним, единым целым. Причем их лица даже изменились. На них появились улыбки. И они друг на друга как-то стали уже по-другому смотреть. С каким-то теплом, добротой. Как на самого себя. Что показала для меня эта ситуация? Я оглянулся на свою жизнь и понял, что в моей жизни тоже были такие ситуации, которые можно назвать ситуациями-трудностями. Другое дело, что я их обычно называю не трудностями, а ситуациями, которые нужно решить. И ситуации такие были, и они давали мне возможность реализации меня. Что я имею в виду? Глядя вот на ту ситуацию, которая произошла, и проанализировав свой опыт прошлого, я увидел, что трудности дают нам, во-первых, возможность объединения. Во-вторых, они дают нам возможность включить в себе, активизировать в себе ту силу, которая в нас сокрыта. И в-третьих, они нам дают возможность почувствовать вот это внутреннее состояние, которое у всех у нас с вами есть, состояние счастья. Даже вспомнил одну такую историю трудности, смешно даже сейчас вспоминать, но реально была когда-то такая ситуация, когда для меня было трудностью, вообще я боялся разговаривать по телефону. Я из этой ситуации на работе выходил следующим образом. Я искал человека, который бы мог за меня позвонить. Для меня было это нереально и непонятно, как это возможно сделать, разговаривать с кем-то, кого я не вижу, ни еще что-то ему объяснять. Сейчас я запросто беру трубку в телефон, разговариваю с человеком. В общем, трудность перестала быть трудностью. Но в какой-то момент эта ситуация дала мне возможность активизировать в себе силу, реализовать себя в новом опыте и почувствовать состояние счастья. Предлагаю вам вспомнить свои ситуации, которые у вас есть, которые кажутся вам трудными. И пойти в эти ситуации. Пойдите в них, потому что именно там сокрыта ваша сила и таится ваше счастье. И оно обязательно ждет вас там. Сделайте это.